Приветствую всех! Дачное карате. Еще довольно прохладно в Подмосковье, но можно уже заниматься на улице. Даже при этой прохладе, если энергично поработать, потрудиться над своим организмом, это будет хорошо. Я обещал, что буду снимать дачное карате. Вот выполняю свое обещание после разговоров о политике, после разговоров о несуществующей эпидемии. Поговорим о том, что составляет предмет боевых искусств. И сегодня об убойном ударе. Убойном в кавычках, никого убивать не надо, стремиться к этому не надо. Если только не угрожает вам лично или вашим близким убийство со стороны другого, преступника, бандита и так далее. Вот тогда надо иметь в арсенале этот убойный удар. И если вы занимаетесь боевыми искусствами, но предполагаете, предпочитаете погладить там кого-то, ничего из этого не выйдет. Значит, надо прежде всего поставить мощный удар. И иногда рассказывают, будто у одних есть это, а у других нет этого. И что якобы вот такой нокаутирующий удар. Вот один боксер, значит, ударник, он такой вот панчер, как называют, да, такой драчун, что он может очень сильно ударить. А другой такой технарь, он с дистанции там расстреливает, это его... Да нет, удар можно поставить любому. Другое дело, когда боксер... Вот боксер, почему я про боксеров все время говорю, потому что, ну, больше показывают, ну, не показывают других боевых искусств, ну, очень редко. Вот миксфайт показывают и бокс. Бокс даже чаще, там все-таки более что-то регламентированное. И более такие компактные правила, меньше возможностей, поэтому какие-то элементы видны лучше. Вот такой попрыгунчик прыгает он, поэтому он гладит, так вот, ну, легенькие удары наносит. Хотя они могут быть для обычного человека достаточно жесткими. Вот, но подготовленного противника, ну, они, ну, не страшно, да, получил, получил. То есть есть какой-то запас прочности на длинный, даже профессиональный бой этого хватит, а на любительский-то и подавно. Вот, поэтому нет, нет жесткого удара. Как показывают в одной рекламе, кто же все время лезет в глаза просто, ну, не могу, это вот видел несколько раз. У нас там дама такая, в боксерских перчатках, бьется, на чем боксерский мешок, вот так, отглячив зад, и вот, вот так вот, вот такие удары. Они, ну, как, если себе двинуть так, ну, покажется, что вроде бы как сильно, но удар-то никакого нет. Удар это удар всем телом, не только одной рукой. Да, можно, если неожиданный удар, вот, делать для противника, можно одной рукой это сделать, Ну, и то вы все равно как-то подсядете чуть-чуть, вот, или скрутитесь там, и это будет только подготовительный удар. А мощный удар у вас должен быть. Вот самый мощный удар, который я знаю рукой, вот, ну, ногой там понятно, рукой самый мощный удар это локтем. Вот, ну, локтем это вот когда, там, два барана, вот, а рот друг на друга, и один баран вдруг вспоминает, что есть боевые искусства, поэтому можно ударить в челюсть локтем. На этом разговор, крик заканчивается, противник падает, потому что такой удар просто выносит ему мозг. Это самый мощный удар. Вот он может быть нанесен снизу, он может быть нанесен сбоку. Сбоку даже как-то удобнее, вот снизу мне не очень удобно. Снизу это вот солнечное сплетение, так вот. Ну, это не убойный удар, а такой, сейчас немножко поправлю. Это не убойный удар, а такой, ну, как бы прекращающий разговор. Вот, ну, противник лезет на тебя, там, что-то там тебя молотит, оскорбляет и так далее. Ну, вот, ну, просто вот он и валится на тебя, раз его вы, и вот куда-то по средней линии солнечное сплетение в грудь попадет, неважно. Ну, даже удобнее, не поднимая вот так, а просто. И на этом разговор заканчивается. Можно еще такой, раз, два, да. Один, как бы, вверх, и по кругу два. Раз, два, да. Вот такие короткие удары, не убойные, а в гражданской ситуации, когда вам надо прекратить какую-то агрессию человека, который взорвался, да. Ну, там разные могут быть варианты, да. Вот, ну, стою и вот, да, вот если близко, ну, вот он близко подошел, получил в челюсть такой короткий-короткий удар. Но он не убойный, ну, он остановит, ну, если противник уже совсем, но он взорвался, он хочет, хочет драться, да. Вы его стукнули, а он полез дальше. Вот у вас вторая рука, вот она здесь заряженная. Вы наносите убойный удар. Убойный удар будет только если вы плотно опираетесь на пяточку. У тех, кто давно занимается боевыми искусствами, есть возможность, когда толчок идет от пятки и перенос идет на носок. Но, собственно, толчок, на что вы опирались при движении на пяточку всегда. Вот этот попрыгунчик, который все время на носочках. Если он не понимает, что надо в какой-то момент остановиться и жестко ударить, он никогда не навесет сильный удар. Вот это, на это надо сориентироваться. Жесткий удар происходит, когда вы как будто распорка между землей и ударной поверхностью, куда вы наносите свой убойный удар. У вас распрямляется нога, подается вперед плечо, и только в последнюю очередь распрямляется рука и все остальное. И вы становитесь как распорка такая, вот максимально жесткая распорка. Вот в чем жесткость состоит? В том, чтобы эта жесткая распорка была. Чтобы у вас были не тычки какие-то, да, а вот идущий от земли, от упора в землю удар. Ну, собственно, как с древности и повелось, вот от земли вся мощь, вся сила. Вы, вот борец, как он, можно себе представить, что если он на носочках стоит, там и пружинит, чтобы он бросил через себя, через грудь, через спину противника. Да нет, ну все, все от опоры на землю. И удар тоже от опоры на землю. Жесткий удар только от этого и возникает. Вот сценарий, который я предлагаю, чтобы долго не затягивать. Сценарий, вот, ну, идет противник, он тянет, тянет к вам руки. Убрали эти руки, это можно сделать ударом. Убрали руки, и вот идет, идет жесткий, жесткий удар отсюда. Вы должны четко понимать, куда вы бьете и опираться, опираться на ногу. Это прямой удар. Раз, два. Сбили руки. Надо бросить себя вперед, все тело. Ни одной только рукой ткнуто. Раз, и еще корпус не развернул. Вот так, да? Никакого удара нет. Корпус пошел, да? И опора от ноги. Нога распрямляется, и мощный удар идет. Вот здесь я показываю левой рукой. Почему мне нравятся удары левой рукой? Вот я стоял в обычной стойке, у меня левая нога впереди. Я отхожу, делаю шаг левой ногой назад. Правой рукой сбиваю, и наношу мощный удар. Но если у меня не получилось, тогда я уже правой завершаю, уже окончательно. Не важно, куда, в корпус или в голову. Удар будет достаточно мощный. Раз, два, три. И включим. Раз, три. Ну, здесь мне не хватает пространства. Должен противник отступить. Если вы не бьете по мешку регулярно, жестко, не надо много бить, потому что кисти будут болеть, их надо укреплять отжиманиями, потом бить. Но удар со всей силы, он ставит кулак. Вот расслабленным кулаком вы сильно не ударите. Ну, вот все будет болтаться, тут ничего не получается. Когда начинаете бить сильно, сам собой кулак начинает сжиматься. И вот еще один удар, который, я считаю, после удара локтем самый мощный. Это удар с разворотом кисти, костяшками такой, еще дробящий. Чем он хорош? Он, как бы, в ситуации гражданской, он может наноситься не быстро. Раз, два. Такой свинг. Почему левая лучше? Противник обычно стоит правша, левая нога впереди. Вот, и вы тоже стоите обычно в обычной позиции. Левая нога впереди. Раз левая нога впереди, то открыта правая сторона больше. Если вы бьете прямой удар, то часто интуитивно противник может отклониться. От бокового удара клониться значительно сложнее, особенно если вы создаете определенные проблемы. Тоже вот он идет. Просто область лица. Можно ткнуть, а может просто зачем это вкладываться. Вот, загородили пространство и нанесли этот жесткий удар. Он придется или за ухо, или в ухо, или в челюсть. Не важно, он будет достаточно мощный. Вот, прет противник на вас. Убрали руки. Или закрыли ему пространство и влепили. Скорее всего, этого удара одного будет достаточно. Есть еще вот такие обманки. Ну, как боксер. Есть закрытый такой. Хорошо. Говорят, а ну что, ну это же бокс, да? Ну какой бокс, когда удар совершенно не боксерские варианты, да? Вот. Вот не боксерский вариант. Да, закрылся человек. Дал ему просто по башке, причем так, чтобы лак пролетел вот так. Ну и все, это гарантированно. Это либо вот мы можем сбить, сбил руки и атаковал коротким прямым ударом. Или тем же свингом. Ну вот, да, вот против этих боксерских. Хорошо, можно это так попасть или чуть повыше там, неважно. Или убрать. Убрал руки основанием кулака. Здесь можно костяшками перевернуть кулак. Раз, и вот, и идет сверху. Или это сбивание руки, или это просто по башке. Ну, неприятно, прямо скажем. Раз, и потом еще и свинка добавили. Жесткие удары надо ставить, надо... Ну, надо ими заниматься. Ими заниматься. Ну, наверное, на сегодня и все. Слава Руси, Господи спаси. Занимайтесь спортом, занимайтесь боевыми искусствами. И противодействуйте оккупантам, которые рассказывают вам про вирусы, которые в основном являются идеологическими, и их запихивают вам в мозги. Не верьте ни одному слову этих негодяев. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...